В этом выпуске я хотел бы порассуждать о том, что же может вдохновить человека, повествующего нам о своих похождениях в видеоигре. Ведь для того, чтобы зритель остался удовлетворённым, летсплейщик должен полностью погрузиться в прохождение. А это возможно только в том случае, если между игрой и человеком, который в неё играет, появляется та самая связь, по вине которой игрок готов болтать о ней без умолку. Невдохновлённый игрой летсплейщик сразу же красится в серые тона, что довольно чётко прослеживается и в комментариях, и в просмотрах, и в подписчиках. Вдохновлённый сюжетом игры, её волшебной графикой, или же широким миром, неподвластным пониманию простому смертному, даже самый молчаливый летсплейщик заставит вас посмотреть его ролик от начала и до конца. Ебать тебя в уши, ты посмотри, а. Ух, вот это да, вот я просто, ну хер, я в играх такой графики никогда не видел. Игр всё больше с каждым годом, и летсплейщикам, казалось бы, уже негде черпать энтузиазм. И только единицы сталкиваются с ним, так как шагают дальше остальных и позволяют себе больше. И сегодня я бы хотел ответить на вопрос, что этот летсплейщик себе позволяет. Привет, мои подписчики, а также зрители, которые случайно забрели на мой канал, с вами Визер. Канал Vision of the Nerds запомнился каждому, кто смотрел хотя бы один ролик Визера. Здесь присутствует именно та черта, о которой я говорил. Энтузиазм, повышенная увлечённость, а в некоторых моментах прослеживается даже одержимость, в хорошем смысле слова. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика, наслаждайтесь. Визер не особо зацикливается на подборе слов, что нисколько не раздражает, а наоборот только подчёркивает отдачу и привязанность к проходимой игре. В процессе летсплея у него отлично получается замечать большинство мелочей, но не останавливаться на них. Это довольно сложно заметить. Используйте перемещение, чтобы идти. Окей. Отдельно от всех, по моему мнению, выделяется два прохождения. Это Silent Hill Downpour и Island Isolation. В общем, я буду просто сидеть здесь тихо и не высовываться. Не знаю, заметили меня чужой. В прохождении замечательной игры про выживание среди андроидов и чужих на космической станции раскрываются лучшие черты летсплейщика. Их сложно сформулировать, однако стоит лишь посмотреть, как он взахлёб ведает зрителю о том, какой хаос творится вокруг. Вопрос о необходимости формулировки пропадает сам собой. Сейчас, чуваки, приготовьтесь, сейчас будет жёстко. Раз, два, три. Сейчас всё взорвётся к чертям и меня тоже убьёт. Вау. Летсплей на Silent Hill Downpour я тоже не хочу проходить мимо. Вау, стена, куда ты бежишь, постой. Спокойный и в то же время настороженный климат Silent Hill до дрожи в коленках пронизывает нашего героя. И это чертовски круто выглядит. Ну что, кто здесь? Червоточина, дыра, ты где? Ты где дыра? Как тебе мой стул? А? К сожалению, игра до конца не пройдена. Но всё же ещё впереди. Таким образом, канал Vision of the Nerd позволяет нам увидеть замечательные игры, пройденные с полной отдачей игрока, с его завороженностью ими, и динамичностью рассказа, достойной высшей похвалы. Если вы думаете иначе, напишите мне об этом в комментариях. Если согласны со мной, тоже напишите, лишним не будет. Меня зовут Евгений, это канал Eugen Studio. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео и будьте счастливы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok